Вместо белых халатов – бронежилет и каска. Врачи-добровольцы организовывают выездные миссии, чтобы проконсультировать и поддержать местных жителей, которые отказываются покидать родной город и остаются там, где взрывы не стихают ни на минуту. О медицинском фронте в Бахмуте далее. Грохот снарядов здесь не стихает ни на минуту. Бахмут – нынче одна из самых горячих точек на линии фронта. Противник уже несколько месяцев пытается захватить населенный пункт. Но несмотря на это, в городе остается несколько тысяч местных жителей. В основном это пенсионеры и люди с инвалидностью. Чтобы оказывать квалифицированную помощь, она этим людям крайне нужна. Волонтеры-медики организовывают мобильные поликлиники прямо в бомбоубежищах. Вместо белых халатов – бронежилеты и каски. Здесь нет отдельных кабинетов. И такие условия в подвале – для местных привычное дело. Итак, сюда, в Бахмут, мы приезжаем с волонтерской миссией Фрида. Это миссия врачей-добровольцев с целью предоставлять медицинскую помощь больным, остающимся здесь, в бомбоубежищах. Мы стараемся оказывать первичную медицинскую помощь, как врачи. Например, врачи внутренних болезней. Первичная – медико-санитарная помощь. Гинеколог, уролог, кардиологи. В очереди на приемы 62-летняя Алла. Здесь она сможет получить консультации врачей сразу по двум вопросам. Я к двум. У меня травма и давление. То есть терапевт и хирург. Травматолога нету, значит, хирург. Получить консультации, измерить давление, сделать УЗИ. А еще взять бесплатно лекарство. Все необходимое врачи-добровольцы возят с собой из точки в точку. То есть в основном за каждый визит один врач может провести до 40-45 консультаций. Так скажем, каждый день наша передвижная клиника может принимать до 100-110 пациентов здесь, в Бахмуте. В прошлый раз было где-то около 30 человек. Именно на этой локации, именно здесь. А на другой где-то человек 40-50. Больше было. До полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало около 70 тысяч человек. Сейчас остается не больше 8 тысяч. На весь город всего 5 врачей. Поэтому такие выездные консультации для местных не только осуществление права на медицинскую помощь, но и надежда на восстановление мирной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok